Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем пятую главу книги пророка Захарии. В этой главе мы видим два видения, которые посылаются пророку Захарии, в которых предсказывается будущее, и показан пророческий сокровенный смысл тех событий, которые происходят на его глазах. Это происходит во сне, подобно тому, как мы видим сновидение. Точно так же пророк видит пророческие вещи и сны, через которые Господь ему открывает свою волю, свои намерения. Этот прием известен с древности уже праотец Иаков видит сон, Иосиф видит сны, и действительно праведники видят пророческие сны, через которые Господь открывает то, что должно быть передано и известно его народу. И это шестое видение сегодня перекликается с третьим видением. В третьем видении мы видели образ восстановления Иерусалима. Там возникает образ землемера, который проводит кадастровые работы. Это знак того, что город будет отстроен. Будет новый Иерусалим, и этот новый Иерусалим станет столицей всех народов. К нему обратятся взоры всех народов земли. Это будет крестеприимный город. И вопрос, кто войдет в этот город, кто имеет право переступить врата этого города. Это тема, которая возникает иногда в псалмах. Кто взойдет на гору Господню, кто станет на месте святом. Человек с чистым сердцем, человек с чистыми помыслами, с не обогренными кровью руками. И поэтому сегодня шестое видение заключает в себе то же откровение о том, что станет с нечестием и со злом. Оно должно быть изгнано из святого града и святой земли. И здесь оно представлено в виде свитка, который облетает всю страну. С башни Нового Иерусалима взлетает в небо свиток, подобный тому, которого видел пророк Иезекииль. На обеих сторонах этого свитка начертаны слова. «И опять я поднял глаза и увидел летящий свиток. Ангел спросил меня, что ты видишь? Вижу летящий развернутый свиток, локтей 20 в длину и шириной в 10. Размеры этого свитка символические. В переводе на наши меры измерения это 9 метров в длину и 4,5 метра в ширину. Понятно, что представить себе свиток длиной в 9 метров вполне себе можно. Но шириной в 4,5 метра невозможно изготовить такой рукописный свиток. Поэтому эта мера является неким символом. И в действительности она соответствует размерам портала храма Соломона. Он был 9 метров в высоту и 4,5 метра в ширину. Таким образом, этот свиток является неким символом. И тогда ангел объяснил мне, «Это проклятие, которое пойдет на всю землю, ибо всякий вор будет изгнан, как написано на одной из сторон свитка, и каждый клятва преступник, как написано на другой. Я пошлю это проклятие, говорит Господь Саваоф, в дом всякого, кто крадет, и в жилище тех, кто ложно клянется именем Моим. И останется у него это проклятие, и изведет его дом, подточит и деревянные, и каменные части его». Итак, это замечательный образ того, что Слово Божие должно очистить страну Израиля, Святую Землю от всякой нечистоты, мерзости. Слово Божие является словом суда и словом очищающим. Здесь на ум, конечно, приходит слово, которое Господь Иисус Христос обращает к своим ученикам в Евангелие от Иоанна. Он говорит, «Вы уже очищены Словом Моим». Итак, этот свиток становится словом проклятия для тех, кто творит зло, для тех, кто нарушает заповеди. И поскольку на обеих сторонах написаны две заповеди, это два самых частых греха, которые совершают народ Израиля, это воровство и глядва преступления, лжесвидетельства именем Бога. Таким образом, заповедь «Не укради» нарушается, это и есть преступление против ближнего, заповедь, которая запрещается употреблять имя Божие в суе, и особенно для того, чтобы клясться и чтобы скреплять этим именем ложную клятву, это преступление против Бога. Таким образом, и та, и другая заповедь являют собой часть, которая обозначает целое. Если ты нарушаешь одну из заповедей, ты нарушаешь весь закон. Поэтому здесь употребляется такой риторический прием синегдоха, когда мы частью обозначаем целое. Таким образом, всякое нечестье и всякое зло должно быть изгнанное из земли Израиля, но особенно эти два. И как действует это слово, которое для народа святого является словом благословения, но для грешников оно является словом проклятия, словом смерти. Этот свиток облетает всю землю, он влетает в жилища тех, кто крадет, и в жилища тех, кто повинен в клятву преступления и в лжесвидетельстве, для того, чтобы погубить, и для того, чтобы таким образом зло было уничтожено. И этот образ, он подточит и деревянные, и каменные части его, то есть уничтожит и фундамент, и то, что построено из камня, и те балки, которые построены из дерева, таким образом все жилище будет уничтожено. И этот свиток, Слово Божие, очистит землю святую от всякой нечистоты и мерзости. Все, что мерзко в глазах Бога, оно сгорает и уничтожается. Седьмое видение посвящено очень странному образу. Мы видим женский образ, который помещен в корзину. Опять же, это образ зла и нечестия. Это седьмое видение перекликается со вторым видением пророка Захарии, где было четыре рога и четыре кузнеца. Четыре рога – это образ двух супердержав, империи зла, которые разбросали, разбили, уничтожили народ Израиля. Это Осирия и Вавилон. Четыре кузнеца – это образ другой супердержавы, имперская власть персов, которая разбивает могущество своих врагов и тем самым освобождает народ Израиля. Опять же, это образ зла, насилия, которое будет изгнано. И в этом седьмом видении насилие и зло, нечестие, оно персонифицировано женским образом. Это символ непослушания, нечестия, символ восстания и бунта против Бога, который на протяжении веков народ Израиля совершал. «Ангел, что говорил со мной, вновь подошел ко мне и сказал, «Посмотри вверх, гляди, что там появилось?» И снова спросил я, «Что это?» «Корзина – большая мера для зерна», – ответил ангел и добавил, «Это их образ, видимый на всей земле». Итак, это образ корзины, который по-еврейски называется «Эфа». Он использовался в качестве меры для того, чтобы, продавая пшеницу, измерить объем сыпучих материалов. Использовались вот такие сосуды. И это были большие сосуды объемом до 45 литров. И понятно, что здесь это образ какой-то очень большой меры нечестия, которая накопилась на протяжении всего этого времени. Это образ нечестия. При переводах здесь есть некая двусмысленность, потому что греческий и сирийский перевод изменили одну букву, и там, где в израильском тексте, в еврейском тексте стоит образ глаза, превратилась в нечестие. Но суть здесь не страдает. Действительно, это зло, насилие, которое можно видеть по всей земле, распространилось по всей земле. И вдруг свинцовая крышка, которой покрывалась эта корзина, диск свинца поднялась. И я увидел, что в ней сидит женщина. И ангел сказал, а это само нечестие. Точно так же, как женские образы символизируют собой добродетели, точно так же и, например, в книге Апокалипсиса, Вавилонская блудница — это образ женский, и образ, который символизирует собой нечестие. В этом нет ничего удивительного. Это привычный образ для пророческих видений. И так под этой пудовой крышкой свинца, которую невозможно просто так сдвинуть, находится этот женский образ нечестия. Таким образом, зло, мерзость изолирована. Оно не сможет выйти наружу. Он втолкнул женщину обратно в корзину и закрыл крышку. После того я увидел двух других женщин с крыльями, как у аистов. Очень необычный образ. Другой женский образ, который символизирует собой некую божественную силу, которая способна перенести это неподъемное нечесть, и эту мерзость куда-то вдаль. Ветер подхватил их. В действительности это дыхание Бога, дух подхватил их, и женщины на крыльях своих устремились с корзиной вдаль, летя между небом и землей. Я спросил ангела, который говорил со мной, куда они ее понесли. И тот ответил в Синеар, или некоторые переводы говорят Вавилонию, чтобы устроить там ей дом. И когда все будет готово, корзину водрузят на свое место. Мораль этого видения состоит в том, что всякая мерзость, которая персонифицирована здесь женским образом, должна быть собрана и унесена вдаль. Земля должна очиститься от этого зло, но зло невозможно просто куда-то изгнать, оно где-то должно себе сотворить дом. И образ Вавилона, образ Синеар, это образ языческих империй, где царствует это зло, империя зла. И поэтому, условно говоря, все нечестие, которое наполняло землю Израиля, должно убираться в Освоясе, в свою землю, где для нее будет построен храм, святилище, языческое капище, где будет установлен пьедестал, и на этом пьедестале это нечестие, кумиры, идолы и всякая мерзость займет подобающее ей место для того, чтобы святая земля, землеобетованная, была чиста и непорочна, как некий прообраз будущего очищения, которое совершится, когда придет Мессия. Но оно уже совершается сейчас, поскольку пророк видит невидимое, то, что уже совершается незримо в недрах истории, пророк видит для того, чтобы передать это народу как слова утешения, слова ободрения и надежды. На портале Экзекиат.ру с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.